Цветовые модели, используемые техникой, это удобно, если нужно понять, как работает монитор или принтер, или если нужно дать им команду показать или напечатать тот или иной цвет. Но для человека не очень удобно рассуждать о цвете, оперируя соотношениями основных цветов. В этом фрагменте мы рассмотрим два набора цветовых моделей, очень важных по-своему. У всех на слуху RGB и ЦМИК, но на самом деле компьютерная графика работает преимущественно с другими моделями. Начнем с того, что человеку более свойственно описывать цвет в понятиях оттенка, насыщенности и яркости. То есть цвет отдельно, а яркость отдельно. Часто их записывают как люма для яркости и хрома для цветности. Такие модели есть и даже несколько. Они очень похожи друг на друга, так что не буду вдаваться в подробности, а суть заключается вот в чем. Берем цветовой круг. Перемещение по кругу дает нам оттенок, но у света есть и другая составляющая – насыщенность. Пусть у оси она будет равна нулю, то есть все цвета будут тускнеть по мере приближения к центру круга. И, наконец, сама ось круга – это шкала яркости от черного до белого. Таким образом, смещая круг выше или ниже по шкале яркости, мы делаем цвета светлее или темнее. Так устроены цветовые модели HSL, HSB, HSI и HSV. Я обобщаю целое семейство моделей, говоря, что они все похожи. Отличия у них только в способе определения яркостного канала. Например, HSB имеет такой досадный недостаток. Спектральные цвета для человеческого глаза имеют различную яркость. Ну, так, например, желтый кажется ярче синего. И в этой модели одинаковая яркость 100% будет визуально отличаться для этих цветов. Для этого существует приведенная для разных цветов градация яркости, называемая светлотой. В английской версии это lightness. В чем удобство всех этих моделей? Попробуйте, например, раскрасить черно-белую фотографию. Представьте себе, вам это пришлось сделать в RGB. А как там привнести цвет, не нарушая яркость? А ведь канал яркости у нас уже есть. В нашем случае как раз удобно не трогать яркость и менять лишь насыщенность и тон. Так, выделяя фрагмент за фрагментом, можно подкрасить фотографию, сохранив всю исходную информацию. Что мы можем сказать о цветовом охвате этих моделей? И о переводе из RGB обратно. Здесь все хорошо. Перевод однозначный, практически без потерь. Единственные потери, которые могут получиться, это округление дробных значений при вычислениях. Для этого в ряде случаев есть даже соответствие цветов между моделями, чтобы сохранить целочисленные значения и избегать округлений. Но такое сопоставление есть не для всех случаев. Например, из RGB в HSV есть, а обратно уже не для всех цветов. Охват. Это охват соответствующего пространства RGB. То есть это тоже удобно. Мы можем переключаться между этими моделями по мере необходимости. Но не повторяйте такого с ЦМИК. Там преобразование будет с потерями. И, заканчивая описание этого семейства моделей, небольшой комментарий об аппаратной зависимости. Разные источники относят эти модели то к зависимым, то к независимым от аппаратуры. Аргумент тех, кто считает их зависимыми, это модели построены на пространстве цветов RGB. Оно аппаратно зависимо. Аргумент тех, кто относит их к независимым, это то, что сам принцип построения цвета повторяет не принцип работы устройства, а механизм восприятия цвета человека. В конечном счете цветовых пространств много, а вот принцип формирования цвета это, на мой взгляд, куда более принципиально для цветовой модели. Поэтому я отношу их к независимым. Будем помнить, что классификации это вообще некоторая условность, а размещение в них может быть разным, если оно обосновано. Своё обоснование я привёл, но вы можете иметь другое мнение на этот счёт. Главное, не забывайте его как-то подтвердить.